Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я провожу, как бы, тоже маленькие уроки такие, по просьбе людей прокомментировать выступления Невзорова. Ну, попутно и другие теперь приходится уже. Это у нас 20-я серия. У него уроки атеизма, а у меня уроки называются эти «Открытым оком во свете Библии». Вот перед нами главная книга «Христиан. Святая Библия». Ну, я из нее делаю выписки, прослушиваю и отвечаю. Сегодня вот какой заголовок там. «Хасминский и Невзоров. Виртуальный диспот. Михаил Игоревич». Я его нашел в интернете. Если это не он, ну, мы смотрели, похоже на него, потому что там имя нету. Михаил Игоревич. Там говорится, что люди ожидают разоблачения. Вот Михаил Игоревич, я не знаю, в Сане он или не в Сане, или просто психиатр работает, там майор. Ну, если я не так, прошу прощения. Но я не нашел другого, потому что данных никаких нет. Но рассуждения такие, видно, что за патриархию говорит, а кто более прав? Ну, оба они правы, но надо понять друг друга. Надо просто научиться изничтожно, извлекать полезное, как Библия говорит. И тогда сделает Бог, как твои, мои уста, он говорит. Изничтожно полезно. Оба человека-то сами по себе, ну, хорошие, может быть, даже такие хорошие, что люди даже не подозревают, какие у них сердца добрые. Но один заступается, а другой нападает. Ну, тоже. Один говорит, не много неправды, другой много неправды. Я комментировать буду ответы того и другого. Мы уже на эту тему говорили, он как бы повторяется, невзоров, и говорит. Может церковь существовать только в тесном альянсе с государством. И до такой степени в России она была стращена, что было одно целое. А вот Хасминский это опровергает и начинает приводить какие-то примеры. Нет, невзоров здесь прав. Так было всегда с самого первого дня и до сегодняшнего дня. А вот завтра, если будет Антихрист, я нисколько не сомневаюсь, церковники, многие ему поклонятся. И завтра будут служить и оправдывать. Они сегодня все оправдывают. И на НН, и на Ищипы все оправдывают. Оправдывать не надо. Нужно назвать это шаги в оштарении Антихриста. Я имею паспорт. Я не против, что вот сейчас будут новые паспорта. Сейчас оформляю заграничный паспорт для благовестия выехать. Они уже будут с биометрическими данными. Я слушаю, что говорит Осипов, что об этом Смирнов говорит, Иоанн Крестьянкин, епископ Иларион, патриарх и священно-началия. Я полностью с ними согласен. Это не печать Антихриста. Но это близко-близко. Это еще один шаг к принятию печати Антихриста. Если можно, то упрись. Как в Москве есть один храм, который не принял ИНН. Даже удивительно. Это Берсеневка, прямо рядом с храмом Христа Спасителя. Там игумен Кирилл Сахаров. За него помолитесь, чтобы он устоял. Иногда они звонят и спрашивают, что же делать. Я говорю, если можете еще, подержитесь. А нет, принимайте. Греха не будет. Но просто испытать свои силы. Нельзя же все время пятиться и пятиться. Просто показать. Вот в моей жизни это бывало не один раз. Я вот в армии нахожусь. Ну, я же не у мамки за столом-то. И что дают, то и ешь. А я пощусь. Я в больнице нахожусь, я пощусь. В тюрьме нахожусь, пощусь. В лагере для заключенных, пощусь. Но как пост соблюдать? Поэтому мясо я не ем, а на чем наварено? Иначе я просто умираю там. Обмен его бывает там на компот или как-то. Но в свободе я этого бы не сделал. Протопопа-вакуум. Поп, слово сказать не ругательное. Вот слово протопоп. То есть старший священник. Это не ругательное слово поп. Протопопа-вакуум. И он говорит, ты аст грешный приложился к звероядине. То есть задавленное зверем кости он долбил и ел. Но для этого есть молитва ощущающая. А ты мог не есть? Умер бы. Умер. Нам не положено есть то, что... Ну не положено просто христианам. Есть такая пища, она не запрещенная, но нежелательно. Падаль, удавленена, в ней кровь. Но лучше съесть, чем умереть. Хотя все это запрещено по 15 главе Деяния апостолов. Я немножко хотя бы покажу. Говорят, что вот на штыках и так не было. Это говорит не взор, а его оспаривают. Не надо. Почитайте степняка Кравчинского. Почитайте Лескова. Сколько об этом говорится. Вы не назовете ни одного дня в православной церкви в России, где бы она действовала самостоятельно. Нигде. Она старалась поднять под себя даже государство. Как Никон, молодого царя Алексея Михайловича. Церковь на достигнутом никогда не останавливается. То, что ей сегодня дают возможность, где-то она в сферы идет. Это трагедия России. Этого нельзя делать. Церковь должна заниматься только одним. Вести людей ко Христу и знакомиться со Христом и жить во Христе. Припомните, вот Константин Великий, только православные, только получили власть, Константин провозносил государственные религии, в тот же день православные сразу же открыли гоняния на еретиков, от которых терпели гоняния. Константин император, он до самой смерти не был крещеный, то есть язычник был. Но он понял, с кем же он повелся-то. Но это действительно был прогрессивный его шаг. Тогда он собирает их епископов и говорит, знаете, ребята, ну я по-своему говорю, тут дело не пройдет так. Вы вот в стол собирайтесь и занимайтесь, и здесь решайте мирно все споры. Например, было такое, что один царь, как Константин, зашел на собор, руку положил на мячик и сказал, слово мое закон. Да, никого не убил. А в Пятом Силенском соборе под скамейками епископы прятались и ни одного правила не могли написать. А почему? Вопросы уже поставлены. Подумайте, почему? Церковь в то время уже буквально все везде пронизала и с ней никак нельзя было ладить. Абсолютно нельзя. В конце концов восстали и под нож пошли все. Пришло время, говорит, кабанчика резать. Прислушаться надо, что говорит Невзоров. Ну вот Иосиф Володский. И вдруг Иосифа Володского канонизируют. Это церковный Сталин, самый настоящий. Он сидит с князем, в то время царя еще не было. С князем сидит за столом, приближенный ему. Ну и ешь, что тебе дали. У него другая задача. Он царил этому. Князь говорит, надо казнить еретиков. Ну может быть, как-нибудь покажется. Казнить их надо, сжечь их надо. И он гундел, пыхтел все время, наконец, царь махнул рукой и стали казнить. Инициаторы, вот здесь, когда беседуют, Хасминские говорят, еще не знаем, кто были инициаторы. Церковники инициаторы были. Я вам сейчас это покажу на литературе, которая издана Московской Патриархией. Которая продают у себя. И там это есть. Они просто пропустили эти материалы. Сколько гнали старообрядцев? Их убеждали, доказывали. Диспуты были. Покажите, какие. После диспута, как со Сталином, после голосования, домой ни один не возвращался. А спрашивается, какая сила гнала людей снять со сносиженного места в тайгу, пешком, представьте, в Красноярский край, на Керженец, приток Волги, в Турцию, в Болгарию. И там они по сегодняшний день еще находятся. Что гнала? От хорошей жизни бежали? А сколько их было? Никто не знает. Но примерно, где-то около пяти миллионов. Это были природные граждане. Закона послушная. Патриоты страны, защитники Отечества. Все под нож пускали. Это все, все зло шло от церкви. А почему? Да реформу уже сделали. Ну, не Алексей же Михайлович затеял эту реформу-то. Это же Никон сделал-то. Но потом и сам пошел под этот нож. Вот со старобрядцами зарубежная церковь, русская православная, принесла покаяние. Не потому ли коммунисты такое гонение на нас открыли, что мы сами гнали, и теперь пришло возмездие. Простите нас. Вот это правильный подход. Московская патриархия, назовем даже организацией, абсолютно не раскаяна. Она ни в чем не кается никогда. Никогда. И все только с насилием и с властями. С насилием и с властями. Это я знаю. Мне не надо ссылаться на что-то в моей жизни. Мы отдельно собираемся. Никому не мешаем. Ходим в храмы, причащаемся, исповедуемся, постимся. Никакого пропуска службы нет. Я вот священникам стараюсь помогать. Там крышу укрыть, дом перестраивать, там дачу. Что им надо? Все мы старались сделать. Даже щенков заставал. Занимался собаками. Дексировкой. А настоятель собирает в это время все данные. Списки передает в милицию. А мне это говорит тот, кому они передали их. И там же уполномоченный. Одна из наших, это Николай Войтович, Николай Павлович. Благочинный Алтайского края. Какой год? 1979-80. Другая история. Я насчитываю пленки трагедии русской церкви. Эти пленки раскатились по всей стране и за рубеж ушли. Один из священников на исповеди узнает у бабушки, что она имеет эти пленки. Костриков. Красноярский край. Он у ней выпрашивает одну из пленок. Дальше он дает показания. Уже дает показания следствию. И это я его показания, его рукой написанное считаю. Он сразу эту пленку, раз там говорится, что коммунисты расстрелили людей. Ему-то какая разница. Это дело прошлое. Ему надо посадить того, кто говорит. Персиянов. Второй. Они пишут, относят уполномоченного. Уполномоченного, как правило, были на пенсии генерала КГБ. Я нанежная, меньшего звания там не ставили. Ну а тут сразу, естественно, КГБ. Свои родные пенаты. Ну а дальше что? Дальше меня арестовывают, пытают, сажают. Я дальше терплю. И считаю их показания. Я знал даже кличку, какая была у местного настоятеля. Кличка. А откуда вы знаете? Я печник. И делаю у одной две печи. Она говорит, а у меня вот квартирантка живет. А к ней ходит один, ну, прелюбодей. Он работает в краевой администрации коммуниста. И когда краевые порторги там собираются, то вызывает вашего настоятеля. Без него не начинает. И говорят, пока он придет. А я говорю, дела-то смотрю, какие... У него кличка какая есть, даже знает-то. Знаем абсолютно точно. Вот как. И не взор, здесь вот этот слив информации, прав на сто процентов с присыпкой. А они, попы, такие же и остались. По сегодняшний день. Потому что я терплю от них такое гонение, такие клеветы невообразимые. Вот в прошлом году мы были, позапрошлом году, здесь Коробейниково есть. Там иконы чудотворные. Туда каждый год крестные ходы. Они, попы, найдут, куда людей погнать толпою. Сколько их, куда их гонят. Что так жалобно поют. Мы прошли это село, где находится. А там вообще это село не так и большое. Там, допустим, тысяча человек. И только, кажется, в двух или в трех домах нашли Евангелие. Бабка одна выходит, у вас есть книги Божественные? Да, есть. Она выносит, что сонник. Сонник. Так это же волшебное. А у вас что? У нас Евангелие. А что это такое? Ну, про Христа написано. А, про Христа. Я думала, что это помянник. Ну, что надо нам? Отец Роман скажет. Отец Роман скажет. У них семь иеромонахов. А прихожан приходит в воскресный день семь человек. Или шесть. И он выходит на улицу и перед народом меня поносит. Вы не православные, мы вас знаем. А он знает только, что мой брат приезжал, вместе молились. Они бессовестные, эти священники. Беспринципные. Я не говорю о всех, но девяносто, может быть, восемь. Девяносто восемь и одна десятая процента. То есть, по-другому к нам отнесся только один священник. Один. И мы боимся его называть. Они его сожрут сразу, попы. Хотя он находится с ними вместе. Вот что хочу сказать. Вышла такая книга архимандрита Тихона. Фамилия его Бобов. Город Тобольск. Книга называется «Апостол Сибири». Это осветители Филофеи. Фамилия его Лещинский. Город Тюмень. Издательство искусства. 2007 год. По благословению архиепископа Тобольского и Тюменского Дмитрия. 224 страницы. 2000 экземпляров. Цена 1000 рублей. Размер книги 240 миллиметров на 315-279 фотографий. Людей, местности, рисунков, документов. Половина фото цветные. Показывает архиерея, который с войсками ехал к местным туземцам и обращал. Они его как огня боялись. И что он вот здесь говорит, невзором, он говорит абсолютную правду. Их запирали отдельно. Они на болоте там где-то погибали. А которые были, им деваться некуда. Как рисковал пишет, батюшка, ладно, мы будем. Когда они уходили, тогда они опять свои дела делали. Это у католиков было. Когда они узнали, что уже кого они покрестили, и они там приносят жертву своим. Одно из больших сел было. Они сразу послали войска и все их истребили до единого. Православие-то недалеко от этого ушло. Повторяю, православным нужно научиться принимать обличение. Книга пророка 8.7. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Захария 1.6. «Но слова мои, определения мои, которые заповедал я рабам моим, с большой буквы, пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обратились и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с ними и с нами. Спрашивает, какое будущее у церкви? Никакого. Ответ 1. Никакого. Ад кромешный. А выход покаяния – начать учить народ. Учить народ. Если не знаете, как из семинария, если учите 3 года, год один учитесь у баптистов. Один год может зайти, а у адвентистов пусть посещают. Слушают и учат любить людей и вести как занятия. Книга Серахова, 11.2. «Каков правитель народа, таковы и служащие при нем. И каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем». Диане, 12.22. «А народ восстал. Это голос Бога, а не человека». Вот так вот относится к священникам, к архиереям. Вот этот Лещинский Филофей, о котором написана такая большая книга, он был театрал. Театр строил там определенное время и колоколом собирал людей в театр. Он должен быть отлученным. И вот случилось уже время советской власти, его мощи откапывают, прячут, погибают буквально за него. И его, говорит, как он ходил, и каждый год его как огня боялись, когда он с солдатами приходил там. Люди на болоте буквально живут, а они бежали еще дальше от него. И это все ставится примером. И он дает отчет, скольких он обратил. Куда обратил? В кого превратил? В сынов гиенны? Духовенство в книге написано. Сибирское, не образованно. Душа не позволять монахам и монахиням жить и бродить в мире. Это все они тогда, я архиерей выносил. Миряне не знают простейших молитв, грешат против заповедей оцеломудрии, унаследовав этот порог от первых поселенцев казаков, безженственных и бессемейных насельников Сибири. Раскол постоянно отторгает от церкви сотни и даже тысячи людей, предавая их огню. Местные народцы остаются до сих пор без христианского просвещения. Я не случайно обратился внимание на эту книгу. Ну, я все данные выдал. Еще раз прокрутите назад и посмотрите. Достаньте эту книгу. Найдите автора и скажите, а ты что, не мог лучшего героя найти? Он даже не поймет. Потому что этот Тихон Бобов, он хороший батюшка. Но он православный, невозрожденный. И он в этом Лещинском, он видит и называет его апостолом Сибири. То есть этот апостол Сибири по-другому никогда и не обращали. И невзором здесь абсолютно прав. И нужно сказать, что если он прав, то за каждое слово воздайте ему благодарностью, принеся молитву за него во храме и даже в алтаре помолитесь за него, чтобы Бог образумил его, чтобы он не был таким ядовитым, чтобы совесть вернулась к нему, и он был нашим братом во Христе. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.